Почетный гражданин Люберецкого района, член Союза журналистов России, поэт и художник, прекрасная мама и бабушка Галина Талалаева в честь своего дня рождения открыла выставку своих картин и рассказала о готовящейся сборнике стихов. Торжество состоялось в Люберецкой библиотеке имени Есенина. Поздравить именинницу собрались коллеги-журналисты, ученики и депутаты городского округа Люберцы. Она не любит, когда ей желают здоровья на день рождения. На вопрос, сколько лет исполняется, всегда отвечает 30. Юбилей Галины Ивановны Талалаева отметила открытием выставки своих картин. Сегодня, наверное, то, что есть у нас, это все-таки мы живем по основам того, что было заложено. А основополагатель заложен все-таки вы. Поэтому поздравляю вас. Первое стихотворение Галина Ивановна написала в шестом классе. Вдохновил юную поэтессу первый полет в космос. Не видел никогда ни космоса, ни каких-то этих ракет. Но нам так хотелось в этом участвовать. И главное, вот такое было серьезное стихотворение. Не какие-то там бантики, карантики. Потом все пошло и пошло, поехало. И в классе девятом я начала опубликоваться. Виновница торжества рассказала, что осенью готовится к выпуску третьего сборника стихов. А так что продолжает совершенствоваться в искусстве живописи. Мои товарищи, которые меня знают со всеми моими плюсами и минусами, мне сказали, зря боишься. Делай этот сборник. Вот он у меня и получился. Мой зимний сад. Поздравить юбиляр же пришли ее ученики, для которых Галина Ивановна в течение долгих лет была бессменным шеф-редактором на Люберецком радио. С годами выясняется, что это счастье большое было. Потому что опыт, который мы там получили под вашим руководством, он ни с чем не сравним. Уникален. Все благодаря вам, Галина Ивановна. Новый сборник стихов Галины Ивановны уже отправлен в типографию. Называется он «Благовременье». Презентация новой книги поэтессы планируется осенью в Люберецком центре духовного единения «Родник». И сегодня мы заслали в мой день рождения вот этот сборник «Благовременье». Когда он выйдет, я думаю, что я поделюсь в первую очередь с родником, покажу его, предъявлю. А вы обязательно придете к нам на родник? Да. Я думаю. У Галины Ивановны нет свободного времени. Каждая секунда жизни – это момент, который необходимо оставить на живописных полотнах и в стихотворениях. Екатерина Скрижалина, Никита Скороган, телеканал ЛРТ.